Всем привет, друзья! В этом видео вы увидите полезные товары, которые будут полезны на кемпинге, в пешем туризме и экстремальных походах. А если досмотрите до конца, то увидите фонарь, источником питания которого является обычная вода. Ссылки на все эти вещи находятся в описании под этим видео. В качестве благодарности принимаю лайки и комментарии. Желаю приятного просмотра, погнали! Дровяная печь Эта печь состоит из шести элементов, которые компактно складываются для удобной переноски и не занимают много места. Особенности конструкции, такие как отверстия для воздуха, двойные стенки и ветровой экран, обеспечивают лучшее горение топлива и увлечение жара, который устремляется вверх для быстрого нагрева воды и приготовления пищи. В качестве топлива можно использовать не только дрова, а и технический спирт. Для этого в комплекте есть металлическое блюдце. Также эту печь можно использовать для барбекю, благодаря сетке, которая тоже идет в комплекте. Набор посуды Этот набор состоит из двух кастрюль объемом 2,5 и 1,5 литра, чайника на 1 литр и сковороды. Эти предметы изготовлены из алюминиевого сплава. И пластиковые 4 миски, 2 тарелки, лопатка и половник. Кастрюли и сковорода имеют складные ручки. Вся эта посуда имеет такие размеры, что помещаются одна в другой. И в собранном виде размер этой посуды составляет всего 30 на 12 сантиметров. А для переноски есть специальная сумка. Трубка для раздувания костра Эта телескопическая трубочка для раздувания огня, или как в народе ее называют, раздувалка, недорогое, но очень полезное приспособление в туристическом походе или на кемпинге. Она обезопасит человека в процессе раздувания огня и позволит добиться нужного результата гораздо быстрее и с меньшими затратами сил. Воздух выходит из трубки узконаправленным потоком, что способствует эффективному раздуванию костра, при этом не напрягая ваши легкие. Длина в разложенном виде 48,5 сантиметров, а в сложенном 9,5 сантиметров. Мини-бензиновая зажигалка Эта зажигалка будет как нельзя кстати в длительном походе, так как она очень маленькая и совершенно не будет в тягость. А в случае чего поможет разжечь костер. Ее размер составляет 26 миллиметров в высоту и 13 миллиметров в диаметре. Она изготовлена в виде небольшой капсулы, раскрутив которую можно увидеть кресало, кремень и фитиль. Внутри находится войлок, который нужно пропитать бензином. Для того, чтобы бензин не испарялся долгое время, капсула оснащена герметичным уплотнительным кольцом. Треугольный гамак У этого необычного гамака треугольной формы есть три точки крепления. Это делает его устойчивым к переворачиваниям и безопасным в эксплуатации. Особенностью этого гамака являются его большие размеры. Длина каждой стороны составляет 4 метра. Также гамак изготовлен из прочного нейлоновой сетчатой ткани и способен выдерживать нагрузку до 150 килограмм. Чтобы подвесить гамак нужны три опоры, деревья, столбы и тому подобное. А все остальное есть в комплекте. Палатка Это двусторонняя, двуслойная палатка с силиконовым покрытием. Тип палатки домик. Устанавливаются на опорные стойки и колья. Стоек в комплекте нет, а вот колья и веревки есть. Оба входа закрываются на молнию. Имеется тамбур, вентиляционные окошки и внутренние карманы. Есть усиление по краям, на оттяжках и водозащитная молния. Внутренняя часть палатки имеет регулятор с фастексом. Материал палатки нейлон с силиконовым покрытием, как я уже сказал. Размер можно выбрать на одного или на два человека. Складное ведро. Такое ведро идеально подойдет для походов и кемпинга, так как складывается до очень компактных размеров и имеет малый вес. А если его разложить, то вместимость составит аж 20 литров. Также есть ведро на 10 литров. Изготовлено ведро из водонепроницаемой ткани. Хорошо держит форму, даже наполненная водой. Конечно же имеются ручки для переноски. Его можно использовать для воды, чтобы помыть руки, овощи и фрукты, для хранения продуктов и других вещей. На выбор доступны два цвета. Заплатки. Это заплатки для оперативного ремонта проколов и порезов палаток, спальных мешков, рюкзаков и прочего туристического снаряжения. Материал заплаток термопластичный полиуретан, который известен своими прочными и гидроизоляционными свойствами, что делает эти заплатки ценным приобретением для любителей аутдора. Благодаря самоклеящемуся слою заплатки легко и быстро фиксируются на поврежденной поверхности, не требуя дополнительных инструментов или клея. Прозрачность материала обеспечивает незаметный внешний вид, а водонепроницаемость позволяет продолжить пользоваться снаряжением в скором времени после ремонта. Система быстрой шнуровки. Это устройство, благодаря которому можно легко и надежно зашнуровать шнурки на обуви за секунды. Система состоит из пластиковых дисков и стальных тросов вместо тканевых шнурков. После установки этой системы на свою обувь, достаточно будет просто покрутить диски и они равномерно затянут шнурки. Это можно сделать одной рукой даже в перчатках. Такая шнуровка со временем не ослабевает в процессе длительной ходьбы. Ослабить шнуровку также просто. Достаточно просто потянуть диск вверх. Бурав. Представляет собой сверло с режущей кромкой на одном конце и круглым отверстием для ручки на другом. Приназначен для создания различных конструкций из деревянных материалов, которые можно найти в лесу. Например, стволы и ветки деревьев. Работает это следующим образом. В стволе сверлится отверстие. Для увеличения рычага можно просунуть палку в кольцо, увеличив тем самым крутящий момент силы. С помощью этого же кольца торец ветки подгоняется под диаметр отверстия, что позволяет соединить ветку и ствол в одну конструкцию. Таким образом можно построить навес или шалаш, сделать табурет или лестницу, а также различные орудия труда и ловушки для охоты. Ну, в общем, на что фантазии хватит. Многофункциональный молоток Такой мультитул в виде молотка будет полезен, когда есть необходимость в большом количестве инструментов, но нет возможности носить с собой полноценный набор с большим весом. Основным инструментом является молоток с гвоздодером. Головка молотка разделяется на две части, что открывает ряд инструментов. Кусачки для резки проводов и более плотных элементов, обычные плоскогубцы и усиленные. На щеке молотка присутствует сквозное отверстие, выполняющее функцию гаечного ключа. В рукоять интегрированы выдвижные нож, пила, открывалки для банок и бутылок, крестовая и плоская отвертки. Внутри другой рукояти с торца находится огниво, а на пластиковой накладке расположена 9-сантиметровая линейка. Нож с огнивом и точилкой Это нож с фиксированным клинком из стали марки 440. Ручка сделана из полипропелина с нескользящей оболочкой из термопластичного эластомера. Есть подпальцевые выемки, за счет чего рукоять хорошо лежит в руке и не скользит. Внутри рукояти имеется огниво, оно надежно фиксируется и достать его можно провернув обувь по часовой стрелке и потянув. Ножны здесь пластиковые, на ножнах имеется точилка, так что в любой момент можно поточить нож. Однако я рекомендую ее чем-нибудь замотать, а то она будет царапать штаны, имейте это в виду. Многофункциональный альтиметр Несмотря на свои компактные размеры, прибор совмещает в себе множество устройств. Компас, барометр, термометр, высотомер, метеостанцию. Также есть возможность посмотреть время и календарь. То есть с этим устройством вы всегда будете знать направление и высоту, на которой вы находитесь, атмосферное давление и температуру. Также сможете правильно подобрать одежду, так как прибор дает прогноз погоды на 24 часа. А календарь позволит вам планировать свои действия. Все данные выводятся на дисплей с голубой подсветкой, и вы сможете видеть данные даже в темное время суток. Контейнер для спиралей от комаров Это незаменимый аксессуар, где требуется защита от комаров. А именно он предназначен для удобного и безопасного размещения противомоскитной спирали. Корпус сделан из ABS пластика, внутри которого находится металлический поддон для пепла и металлическая пластина с зубцами, на которых фиксируется спираль. Зубцы не дают спирали плотно прилегать ко дну, что не мешает процессу тления и испарению вещества от комаров. Ну и конечно стоит отметить крутой дизайн контейнера, сделанный в стиле милитари. Фонарь с питанием от воды и соли В качестве источника питания этого фонаря используется обычная вода и соль. Принцип работы основан на химической реакции между солью и водой, которая производит небольшое количество электричества, достаточное для питания светодиодов. Нужно просто налить в пакет воды и насыпать соли, примерно 15 грамм. Закрыть пакет, встряхнуть, чтобы соль быстрее растворилась. Подождать 2 минуты и можно пользоваться. На одной заправке фонарь прослужит до 140 часов непрерывного использования и до 200 часов периодического использования. Однако, когда фонарь долго не используется, рекомендуется слить соленую воду, промыть чистой водой и высушить. Так он дольше прослужит. Приглашаю вас в мой телеграм-канал, где каждый день публикуются интересные товары для кемпинга и походов, для рыбалки, инструменты, автотовары, аксессуары для мужчин и другие полезные вещи. Также я там делюсь промокодами, скидками и другими выгодными акциями. Ссылка на телеграм в описании под этим видео. А за просмотр этого видео большое спасибо. Желаю хорошего активного отдыха. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!